В этот раз на склад временного хранения, который расположен в непосредственной близости к аэропорту Толмачева, доставили около тонны разнообразной экзотической для сибиряков продукции. Все коробки помещаются в холодильник. Дальнейшая их логистика зависит от того, какое заключение сделают контролирующие органы. В первую очередь сопровождающие документы и сам груз проверяют таможенники. Они, кстати, прекрасно знают, откуда к нам поступают овощи и фрукты с непривычными для многих сибиряков названиями. Как правило, экзотическая плодо-овощная продукция доставляется небольшими партиями весом до двух тонн на международных авиарейсах. Страны поставок – Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Задача таможенников – организовать максимально оперативный таможенный контроль таких товаров в течение нескольких часов с момента прибытия воздушного судна. Так и случится, если товар благополучно пройдет проверку фитосанитарного контроля. В специально отведенной для этого комнате специалисты внимательно осматривают образцы всех видов товара, поступившего на склад. Смотрим на наличие признаков повреждений, самих вредителей, болезней и насекомых. На манго часто попадаются различные щитовки. Вот, в частности, может быть тут и в этой щитовке. Наибольшая концентрация, возможно, в области плодоножки. Как правило, вся продукция такого вида, особенно из Таиланда, бывает чистой. Однако, из других стран вредители иногда завозят. За этот год у нас было шесть случаев. Выявлено пять случаев. Это коричневая щитовка была выявлена. Но она проводится без мероприятий. Как бы ни уничтожения, ни возврата, ничего не делается. И также один случай был карантинный объект. Это червец Камстока. Ну, они похожи, в принципе. Ну, была дороженная продукция, была уничтожена нашими специалистами. В этой партии ничего уничтожать не будут. Все турианы, авокадо, манго, ананасы, перец чили и джекфруты будут доставлены туда, где их ждут покупатели, любители экзотики. Самая дальняя точка – это Южно-Сахалинск. Туда полетят фрукты, также Нижневартовск на север, Иркутск, соседние города, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, то есть по соседним регионам. И совет специалиста, как выбрать наиболее спелый и вкусный плод. Спелая манго имеет желтую кожуру, немножечко оно проминается, ароматное. А ананас? Ананас, прежде всего, это аромат, желтый цвет, зеленая верхушка. Это вот аромат, самый главный признак спелого, настоящего тайского ананаса, который ни с чем не перепутаешь. В преддверии Нового года объемы поставок в Сибири, экзотических фруктов и овощей авиатранспортом выросли, отмечают таможенники. Так что, если у вас есть желание побаловать себя чем-то необычным, то такая возможность, скорее всего, может представиться.